Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу прощения за поздний час, но я решил все-таки сделать это видео, так как я считаю, что все равно нельзя снимать концентрацию, нельзя забывать о том, что происходит в Украине сегодня, просто потому что еще одно несчастье, еще одно горе, еще одна война вспыхла в мире, в Израиле, и там происходят ужасные вещи. И волна огромного антисемитизма во всем мире, которая частично подыгрывается некоторыми людьми в Украине, такими как подполковник Светан, про которого я не забыл, и мы еще вернемся к этому вопросу. Я объясню почему, потому что когда люди называют, почему-то они мне говорят, почему-то вы что-то пристал к Светану, что-то пристал к Жданову, что-то пристал к Аристоевичу, потому что они себя называют офицерами, они себя называют полковниками. Для меня это не пустые слова, для меня это, может быть, были бы пустые слова, если бы это был какой-нибудь там полковник в Африке или еще что-то, потому что у меня нет привязанности к этому. А Украина мне не безразлична, и уж тем более мне не безразлична украинская армия и украинские воины. Поэтому те люди, которые себя называют офицерами, у меня с них требование чрезвычайно высокое. Да, я понимаю, что они не американские офицеры, да, я понимаю, что у них другое прошлое, другое воспитание, другое понятие офицерства. Но если эти люди хотят создать современную украинскую армию, как они говорят, они хотят создать офицерство, сержантство, профессионализм, то я думаю, что им нужно прислушаться к этому, им нужно начинать не винить всех остальных вокруг себя, а начинать с самих себя. Потому что офицер это тот, который подает пример, это офис, офис президента, это офис лидера страны, это лидерство, поэтому надо начинать с самого себя и показывать пример на себе. Поэтому я к ним обращаюсь, поэтому я с них требую говорю, какие же вы офицеры, если вы врете, если вы крутите, если вы придумаете, если вы работаете за деньги или служите за деньги, или за славу, или еще за что-то. Это не офицер. Тогда называйте себя политиками, комментаторами, или еще что-то, но не призывайте себе звание. КГБшников я не считаю. Они у нас, например, опять же, я же сужу по себе в своей системе. У нас ни в ЦРУ, ни в ФБР воинских званий нет. Воинские звания только вооруженных офицерах, то есть военных и полиции. А там у вас может быть налоговая полиция, железнодорожники могут быть офицерами, почтальоны могут быть офицерами. Игоны носить и так далее. Ну, другая культура. Опять же, я равняюсь по себе. И поэтому я решил, что я все-таки должен выступить здесь и сказать, чтобы не убирать вот эту вот концентрацию на Украине. И вот выступил Алексей Арестович, который называет себя полковником, разведчиком и так далее. Он говорит, что он все равно ко мне относится хорошо, хотя вот я к нему пристаю из-за этого. Ну, да. Я говорю, что да, я от него требую сатисфакцию. И он выступал у Василия Голованова на передаче. Я тоже иногда был гостем, но уже и там было задавать острые вопросы или неприятные вопросы Алексею Арестовичу. И Алексей говорит, что он хочет, чтобы он делает. Но дело все в том, что возможности у меня не будет ему задать у Василия Голованова на передаче. Алексей Василий Голованова меня больше не приглашает на последней передаче. Он вырезал очень огромное количество того, что я говорил у него на передаче. И выставил то, что ему не понравилось. Критику в его сторону, критику в сторону журналистов, критику в сторону Байдена, критику в сторону американской администрации. Он вырезал. И я это объявил. И, видимо, он обиделся на меня. Вот такая у нас плурализм такой, такая свобода слова. В журналистике в украинской. И больше, я думаю, он меня не пригласит. И вот, но задает острые, неприятные вопросы. То есть такая свобода. Такая свобода, независимость у нас. Алексей Арестович. Алексей Арестович упоминает меня там. Конечно бы, если бы это был кто-нибудь другой, я бы проигнорировал. Но все-таки Алексей Арестович. Слушайте, 2 миллиона подписчиков. Это человек, который влияет. Человек, который может быть когда-нибудь президентом Украины. Поэтому игнорировать это нельзя. Он говорит, что, опять же, что это то, что я его критикую. Это на моей совести. Да, это моя совесть. И поэтому я критикую. Потому что я не могу игнорировать такие вещи. Опять же, потому что я считаю себя. И мое государство, мой народ считает меня офицером. Офицер должен говорить правду. И у нас есть такое, что Офицеры не врут, не списывают, не воруют. И не терпят тех, кто этим занимается. Это такая клятва у нас. Офицерской доблести или чести. Поэтому давайте посмотрим видео. Вот этот отрывок. Там только, где он говорит обо мне. Потому что это такая большая довольно-таки программа. И я потом уже разберусь с этим. И вы посмотрите. Вы будьте судивы. Я надеюсь, может быть, кто-нибудь это донесет. Или Василию Голованову. А еще лучше и Алексею Арестовичу. Он найдет время. И уделит этому. Посмотрит. И конструктивно. Конструктивно сможет с этим работать. Давайте посмотрим видео. А потом продолжим. Окей, спасибо большое. Настало время. Варабанная дробь. Неудобные вопросы. Алексею Арестовичу. Тем, кто смотрит в записи. Зря вы перемотали только на этот момент. Смотрите с самого начала. А мы в прямом эфире сейчас. 22.43 в Киеве, в Украине. Значит, на прошлой неделе Алексей потребовал неудобные вопросы. Пожалуйста. Почему Алексей, который позиционирует себя как правоцентрист и критик левых сил, сам ведет себя как левак по отношению к другим людям правых взглядов? Публично требовал дебатов с Любарским, а потом об этом забыл. На Табаха, который вызывал его на разговор навешивать эрлык-трампист. И на этом все. На словах готов к разговору со всеми, а по факту плотный график не успевает, наверное. Я никогда не требовал дебатов с Любарским, потому что я просто не знал, кто он такой. И до сих пор, честно говоря, плохо знаю. Он схватился с Юрой Романенко, там они обсуждали какие-то дебаты. Мне это все было... Во-вторых, с Табахом я хорошо лично знаком. Я знаю, кто он, и не хочу с ним дебатировать, мне неинтересно. Что касается трамписта, это не эрлык. Это факт. Он защищает Трампа, но так как Трамп сам себя не защищает. Мне просто... Мне он понятен целиком, мне не о чем дебатировать. Мне интересно дебатировать с человеком, которым мне есть непонятность, которым я хочу разобраться. Он мне понятен более чем полностью. Я, кстати, к нему неплохо отношусь. Вот он там, да, начал с кабрезности по поводу меня, но давно уже. Но это на его совести, как бы я... Я к нему отношусь до сих пор неплохо. Лендлиз невыгоден Украине. Что Арестович ответит на свою же фразу 2022 года? И почему в 2023 он спохватился, что оружие недостаточно дали? Вы думаете, что если бы я хвалил Лендлиз в 2023 году, то нам бы его дали срочно, этот Лендлиз? Это ничего не понимаете тогда. Лендлиз, тему Лендлиза, Любарский и Табах используют для того, чтобы таранить Байдена, которого не любят, во имя Трампа, которого не любят. Лендлиз – это не передача вооружения. Лендлиз – это упрощение процедуры, передача вооружения в случае необходимости. То есть он не обязывает передать вооружение, он обязывает сократить и упростить процедуру. И этот закон про передачу подписали, но Байден и его администрация нашли другой способ передавать на вооружение военной технике. И для того, чтобы ее стало больше, нужно не выполнять было Лендлиз, а нужно было решение Байдена об увеличении количества вооружений. А Лендлиз – это всего лишь документообразующий путь, позволяющий сделать это быстрее и эффективнее. Все. Но так если нет принципиального решения по передаче вооружения, неважно, хвалит его Арестович или он против, и абсолютно неважно, подписан Лендлиз или нет, важно, принципиальное было решение Байдена. А он принципиально не хотел передавать больше и не хочет. Вот и все. Лендлиз – Лендлиз. Неважно абсолютно. Так вот, друзья, я надеюсь, вам понравилось видео. И Алексей там говорит, что ему, почему он не хочет со мной дебатировать. Потому что ему все со мной понятно. Ну вот вопрос мой к Алексею. Я думаю, что вам ничего не понятно. Вы совершенно не поняли. Вы не поняли опять, что такое офицерство. Что такое чаллендж, то есть сатисфакция, которую я от вас просил. Вы говорите, что это вам не интересно. Ну, вам не интересно. И примерно вы говорите то же самое, что вы сказали про Маска. Что вы знакомы с Маском. Вы примерно с ним так же знакомы, как и со мной. Пару раз виделись, переписывались. Я вам все время пытался объяснить, что такое Лендлиз. Вам было это не интересно. И вы сейчас говорите, что это не интересно. И вы говорите, самое интересное, что это вы обвиняли Трампа в нарциссизме. Ну, то есть, вы считаете, что вы не на том уровне, что Маск. Чтобы Маск обращал на вас внимание. Совершенно два разных уровня. И он на вас время тратит. И примерно так же вы, видимо, воспринимаете меня, другого офицера. Что я не на вашем уровне. Поэтому вам не интересно. Вам все, хотя вы ко мне относитесь хорошо. Вам со мной не интересно обсуждать. Потому что я трампист. И этим все сказано. Опять же, это старый вопрос. Ответить нечего. Поэтому ты трампист. И все. Вы говорите, что я защищал. Вам не интересно. Потому что я защищаю Трампа больше, чем он сам себя. Поверьте мне, Алексей. Трампу моя защита не нужна. Я как раз только что вернулся. Вот сейчас поздно вечером. Из Лас-Вегаса, где выступал Трамп. На комитете. На еврейско-республиканском комитете. Там все кандидаты в президенты выступали. Ирики Сантес, Рама Свами, Иннеки Хейли. Прекрасная девушка. Прекрасное выступление. Хотелось бы, чтобы вы послушали. И что они говорят о Украине. И в том числе. Конечно, там все больше была концентрация на Израиле. Но то, что они говорят. И поверьте мне. Ему моя защита от вас не нужна. Наоборот. Вам моя защита от него нужна. Я пытаюсь все время сказать. Что зачем вы занимаете одну сторону. Республиканцы не ваши враги. Трамп не ваш враг. И я не его не защищаю. Я просто говорю, что когда вы его обвиняете в нарциссизме. Когда вы его обвиняете в том, чего не было. Или того, чего он не сказал. Это не значит, что я его защищаю. Я опять же остаюсь офицером. Я остаюсь человеком своего слова. Я отвечаю за свои слова. Вы не совсем. Вы меняете постоянно свою позицию. Свои слова. То вы работаете на этих. Когда я был президентом, мне надо было это говорить. То есть, вы говорите, я выполнял приказ. Но мы уже это слышали. Я же приказы выполнял. Это не мой был выбор. А теперь, конечно. Когда этого нету. То я изменил эту позицию. Это не офицерство. Вы занимаете одну сторону. И то, что даже если Трамп не станет президентом. Вы все равно оскорбляете и унижаете ту половину страны, которой принадлежу я. Ту половину страны, которой принадлежит большинство тех людей, которые вас поддерживают. То есть, 90% русскоязычного населения. Я уже называл многие эти фамилии, у которых свои блоги. Постсоветская диаспора. Куда входит и украинская диаспора, конечно же. Мы республиканцы. Что из нас за Трампа? Зачем же вы врете про нас? Объявляете нас врагами. Его врагами. И потом, в конце концов, как мой один друг сказал, все, уговорили. Больше миллиона долларов у меня не просите. Ну, чтобы я у него не просил для Украины. Он очень тяжело работает за свои деньги. И он их будет тратить в другом месте. Это благодаря подполковнику Святаму. Вот так вот он помог со своими антисемитскими выходками. Поэтому я защищаю не его, защищаю вас, защищаю Украину, защищаю украинских воинов, которые из-за этого, из-за ваших языков, из-за вашей популярности, из-за вашего нарцизма. Потому что остро так остро, да? Не из-за трамповского нарцизма. Из-за вашего. Страдают украинцы. Да, я пытался вас вызвать много раз на дискуссию. Я вам писал, вы мне отвечали. Что вам это не интересно, что Ленвейс, это все смешно. Ну, и как я уже сказал, это потому что вы, наверное, считаете, что как вы с масками равны, так вы и со мной не равны. Опять же, это не плюс. Не плюс. Все должны быть в этом отношении, если мы занимаемся одним делом. Если вы считаете, что, как вы говорите, ко мне относитесь хорошо, так почему же вам все понятно? Вот видите, вам не понятно ничего. И мне про вас не понятно. И, как я царь-царь, я получил сатисфакцию. Ну, вы или струсили, или не поняли. Насчет Ленвейса, то, что вы говорите, что это просто форма, которая используется для передачи оружия. Упрощенная форма. Так это все, что и мы говорили. Это все, что и мы требовали перед Белым домом. Вы называли нас идиотами, врагами. То есть, это украинская диаспора. Люди из бывшего Советского Союза, которые за Украину. Вы же говорили, что повторяли за КГБшником, за Швецием, что ленд-лист пойдет 1 октября. Сначала были за ленд-лист. Потом вы говорили, что ленд-лист будет стоить денег. Это не бесплатно. Потом вы говорили, что он вообще-то не нужен. А потом уже вы говорили, что это просто запасная, запасная, запасной вариант. Если все другие республиканцы, республиканцы откажутся давать деньги, то и откажутся помогать Украине, то вот, пожалуйста, это запасной вариант. Ну вот, где же этот запасной вариант? Что же он не включился? Это все говорили вы. Это были ваши слова, что он вообще не выгоден. Потому что надо отдавать, а сейчас идет халява. Нет халявы, вы знаете, о чем идет речь. Много раз вам ставили в упрек, но вы так никогда не... И теперь вы объясняете то, что мы пытались сказать 2 года, и теперь вы говорите, да они не знают, о чем они говорят. Я знаю, о чем я говорю. Я занимался этим, и не один год переоружая Польшу на натовский стандарт. Передавайте же F-16. Поэтому я вам не интересен. Вам не интересен, но вы и так все знаете. Вам не выгодно это. Вот это было, наверное, более честно вам и сказано, Алексей. Не выгодно. Выгоднее, чтобы солдаты погибали на фронте. Это, наверное, выгоднее. То, что вы говорите, что мы используем ленд-лис с Любарским, там, с Андреем Николаевичем Маларионовым, еще там, с другой, с многими американцами, которых у вас, ни у Василия Голованова, ни на других украинских СМИ не видно. Которые пытаются объяснить, и которые пытаются добиваться ленд-лиса. То есть, этой упрощенной системы, чтобы дать как можно больше оружия, как можно быстрее. На что президент, конечно же, не реагировал. И мы пытались его заставить ответить нам, американским гражданам, почему он не имплементирует наш американский закон, за который проголосовал наш Конгресс. То есть, упрощенной схемой передавать оружие Украине. Да, конечно же, он мог передать носки и пару банок тушенки, и сказать, что это ленд-лис. Это его пророгатив. На что и требовалось, чтобы изменить американские законы. Мы об этом говорим во многих наших передачах. Наверное, потом вы это тоже присвоите на вашей совести себе. Чтобы вы всегда это говорили. Но вы этого не говорили. Вы говорили все. Теперь вы говорите, что мы не понимаем. И мы используем это, чтобы таранить Байдена и защищать Трампа. Нет, тут не таран Байдена и не защита Трампа. Тут выполнение нашего американского закона. Мы, граждане Америки, требуем. Но вы говорили, что вам это не нужно, вам это не выгодно, что это стоит денег, что это пойдет 1 октября. Вы или не понимали, что я не верю, потому что вы не глупый человек, или вы говорили неправду. Вот здесь уже тогда офицерство участвует в этом. Что значит? Вы говорили неправду и теперь пытаетесь выкрутиться из-за этого. Почему вы не можете посмотреть людям в глаза? И сказать, я ошибся. Я говорил неправду. Я говорил, я набирал лайки и просмотры, потому что я хочу еще 3 миллиона. Я хочу быть президентом Украины и буду вам говорить то, что вам нравится, когда вам нравится. Тогда вы политик. И ко мне, у меня к вам никаких претензий нет. Но пока вы выступаете как офицер, у меня есть к вам претензии. Так что это не я вам не интересен. Вам не интересно, чтобы вам задавали острые и неприятные вопросы. Вот что вам неинтересно. Опять же, здесь показываете себя не искренне. Конечно, когда, если вы хотите быть главнокомандующим вооруженных сил, президентом, то как офицер использовать скверный язык, это никуда не кодиться. Офицер это пример другим. Человек, который должен себя держать в хорошей физической форме, умственной форме. Держать дисциплину и да, признавать свои ошибки. И потом их исправлять. И сегодня мы добиваемся, чтобы дали продолжали дать оружие. Но если когда мы ходим в конгрессы, ходим по нашим политикам, а нам говорят, да и украинцы говорят, что им это не нужно. Вот Аристович сказал, что не нужно, не выгодно. Что за это надо платить. То нам очень сложно. А его уже слушают 2 миллиона украинцев. Так что они за него. Это очень сложная ситуация для нас. Для тех, кто борется с этим. Для нас. Для американцев. Которые за украинские ценности. Которые те люди украинцы, которые их разделяют с нами. И то, что офицер использует мат. Называет половину страны. Или тех, кто не хочет за него голосовать в президенты. Обзывает их и унижает. Это не качество офицера или лидера. То есть, если тот, кто за вас проголосовал. Вы его как президент больше представлять не будете. Или защищать его не будете. Вот Хамас взял их в шкле. Украинцев. А они за вас не голосовали. Все. Вы за них заступаться не будете. Потому что они долбобоба, как вы говорите. Только вы используете не нормативную лексику. Что опять не годится для офицеров. Офицер. Когда вы говорите, что должна быть достойная зарплата. И тогда будет офицерство. Тогда будет спецслужба. Вы, как говорите, человек из спецслужбы. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Нужно еще, помимо достоинства зарплаты, иметь базовое достоинство. Быть офицером. Быть человеком, которому народ доверил свою безопасность. Доверил, поверил в то, что они ему говорят. В то, что он встанет за их защиту. Что не будет жалеть себя. А будет в первую очередь думать о них. А не то, что если вы за меня не проголосуете, я буду почему-то в тихом океане. Но не важно. На яхте. Нет. Это не показатель. Алексей, я всегда готов к открытому диалогу с вами. Я всегда открыт к любому человеку. Поделиться воспитанием офицера. Просто потому, что человек получил диплом. Или закончил военное училище. Или военную академию. Просто потому, что у человека достойная зарплата. Это недостаточно для того, чтобы быть офицером. Это недостаточно для того, чтобы быть лидером. Для того, чтобы быть лидером, отговорка, да, он мне неинтересен Да, он трампист, еврей, еще кто-то Это мне неинтересно О чем он говорит? Мне все ясно, мне все ясно И обвинять кого-то в нарцизме Все ясно Нет, это не качество офицера, это не качество лидера Я всегда готов, как я сказал, с любым человеком Кроме КГБшников И там, садистов разных Террористов Обсудить это Обсудить, рассказать свое видение Своё понимание, свое образование Поделиться своим образованием Поделиться своим опытом Я не думаю, что у вас так много знакомых и друзей Которые командовали антитеррористическими центрами Командирами были Или служили в вооруженных силах 30 лет в США и НАТО Не думаю, что так много людей Что вам все ясно и все понятно Нет, вам не столько не ясно и непонятно Вы все равно показываете такое выпячивание совка Хотелось бы, чтобы этого у лидера украинского не было Может быть, у будущего президента не было Чтобы он был более сдержанный Чтобы лексика у него была более культурная Чтобы человек был примером для других Не только своей внешностью И приятным голосом Или приятными рассказами А своими примерами, поведением И ответственностью Признавая свои ошибки Признавая Там, где он был неправ Или где он осознал что-то Так что, если мы уже будем говорить о совести То вы и о своей подумайте Всегда Рад Иметь Дело С людьми, которые открыты И по правде Могут стоять и выдерживать удар Держать удар Тяжелыми вопросами И неприятными вопросами Это относится и к Василию Голованову Пожалуйста Не заставляйте меня Делать вот эти видео Потому что вам они не нравятся И вы их вырезаете Всем хорошего настроения Не падаем духом Может быть Они Много Но они стада А мы Стая Держим строй Ктан Юра Over and out Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok